Площадка перед городским ДК в субботу была отдана в распоряжение рок-музыканта. О том, что в центре Харциска вечером будет что-то громкое, шумное и музыкальное, нетрудно было догадаться даже тем, кто не смотрел праздничную афишу. Звуки электрогитар и ударных инструментов доносились до городских окраин еще задолго до начала концерта, играя роль своеобразного анонса мероприятия. Организатор рок-вечеринки Харциский клуб «Берета войс» посвятил мероприятие Дню шахтера и позаботился об оригинальном названии концерта – Баба Лена и Балда. Те, для кого этот праздник действительно профессиональный, объясняют – Баба Лена – это на горнятском жаргоне вагонетка, а Балда – понятное дело кувалда, очень важный на любой шахте инструмент. Мне нравится организовывать вот это все. Я и мои друзья организовываем вот такие вот концерты, вся в клубе вот здесь. Нам это нравится. Все, что я умею делать хорошо, например. Играю я плохо, петь не умею, поэтому остается только организация. Это вроде получается. Донецкие рок-группы «Полифония» и «16 плюс» приехали в Харциск со своими новыми песнями. Про жизнь, о любви. По большей части есть на военную тематику, есть про любовь, про ощущения, ну, про то, что происходит вокруг нас. Мы все разные. Я вырос на AC-DC, барабанщик на более тяжелой, прогрессивной музыке, басист на металлике, на обелиске, а вокалист наш вообще по панк-музыке. То есть у нас мы четвером совместили невозможные. Просто вот. Как-то так. Кульминацией выступления Донецкой «Полифонии» стало фаер-шоу. Бас-гитарист ненадолго оставил свой любимый инструмент и перевоплотился в укротителя огня. И донецких, и местных музыкантов завсегдата и клуба «Беретта войс» хорошо знают. После почти годового перерыва рок в Харциске зазвучал на открытой площадке для разных поколений харцезян. Эти группы знают фарциске прекрасно. Они играют практически на всех концертах, которые мы организовываем в клубе у себя в «Беретте войс». Практически каждый месяц люди ходят, всем нравится. Поэтому мы решили на День шахтера сделать такой концерт. В стилях мы никогда никого не ограничили. Как они их называют, я не знаю. Все это рок-н-ролл просто для меня. Свою новую рок-н-ролльную программу ко Дню шахтера готовила и харциская рок-группа «Касс». Мы делали раньше песни немножко в другом направлении. Ну, все меняется, и мы решили себя немножко поломать. Группа у нас слаженная, мы уже три года играем вместе. Были, конечно, менялся состав в связи с определенными действиями, происходящими в нашем регионе. Но мы не сдаемся. Программа у нас подготовлена не то, что тематическая, просто новая и все. Александр Климов пишет стихи, а вот музыка – это уже, как правило, творчество коллективное. Музыку сейчас пишем все вместе группой. Раньше это было немножко по-другому, с гитаристом собирались, играли. А сейчас все один начал, другой подхватил и пошло-поехало совместить побольше стилей в одном и взрывать людей. Чем сильнее сгущались сумерки, тем, кажется, больше становилось слушателей. Жарче принимали музыкантов, громче звучали композиции различной степени тяжести. Практически весь город мог в этот вечер убедиться – рок в Харцизке жив.